Деньги с неба средства спасения или оружия Экономика Международное положение 13 января 13.59 Деньги с неба, средства спасения или оружия Профессор Катасонов США могут наводнить Россию фальшивыми долларами Валентин Катасонов Комментарии в просмотрах 3007 Фото Ей слэш ДАС Та денежно-кредитная политика, которая в последние десятилетия стала проводиться ведущими мировыми центробанками Федеральной резервной системой США Европейский центральный банк Банк Японии Банк Англии ДР Завела сегодня экономику Запада в полный тупик За период с 2008 года по конец 2019 года денежная масса Имитированная Федеральным резервом ЕЦП Банком Японии Банком Англии увеличилась многократно В целом по перечисленным центробанкам почти в пять раз Это результат реализации ими программ так называемого количественного смягчения Фактически банальной накачки экономики деньгами Эта накачка продолжается и по сей день Ежемесячно с начала осени 2019 года ведущая тройка центробанков выдает новой печатной продукции Термин условный Сегодня это чаще всего просто электронные записи Как минимум на 100 миллиардов дол На ФРС приходится около 60 миллиардов дол ЕЦП 25 миллиардов Банк Японии 15 миллиардов дол Плюс к этому ведущая центробанки в разгар финансового кризиса 2007 Вопросительный знак 2009 ГГ Резко снизили ключевые ставки А с середины текущего десятилетия у некоторых центробанков она вообще упала до нуля Например, у ЕЦП А некоторых даже ушла в минус У Банка Японии минус 0,10% У Национального банка Швейцарии минус 0,75% Однако такая ультралиберальная денежно-кредитная политика не оживила экономику Если очистить макроэкономические показатели от статистической химии То следует признать, что никакого экономического развития не было Экономика оставалась в состоянии стагнации О чем, кстати, свидетельствует сохраняющаяся дефляция Иранский кризис Путин получил шанс отменить пенсионную реформу Удастся ли Кремлю сколотить капитал на противостоянии Вашингтон-Тегеран И на что его можно пустить Вся продукция печатных станков центробанков со свистом уходит на финансовые рынки Оставляя реальную экономику на голодном пайке Ультралиберальная, голубийная, денежная политика Обслуживает финансовых спекулянтов И способствует надуванию пузырей на финансовых рынках Вот где мы видим запредельную инфляцию Она проявляется в этих самых пузырях Неудержимый рост денежного предложения И нулевые или около нулевые ключевые ставки И самый настоящий наркотик Если наркотик в медицинских целях долго употреблять То уже никакие другие лекарства пациенту помочь не могут Вот и голубийной политикой центробанки Злоупотребляют уже более десятилетия И, кажется, они начинают понимать, что случись сейчас кризис А он непременно случится То у них не будет никаких инструментов для спасения экономики Руководители ведущих центробанков начинают нервничать Судорожно искать выходы из-за подни, в которую они попали И тут им на память приходит такое средство, как вертолетные деньги Что такое вертолетные деньги? Впервые этот термин полвека назад употребил американский экономист Милтон Фридман Самый главный представитель монетаризма В своей знаменитой работе «Оптимальное количество денег» 1969 граммов Фридман предложил для размышления следующую шутливую фантазию Предположим, что в один прекрасный день над этой общиной Пролетит вертолет и сбросят тысячи долларов США Которые, конечно же, спешно соберут члены этой общины Предположим также, что все убеждены в том, что это уникальное событие Которое никогда не повторится И далее он объясняет, как эти деньги могут помочь оживлению экономики Потому что счастливцы, которым достались бумажные знаки с неба Истратят их для покупки товаров Простимулировав производство Идея Милтона Фридмана неожиданно получила поддержку в начале нулевых годов со стороны Бена Бернанке Будущего председателя Совета управляющих ФРС США 2006 вопросительный знак 2014 Став в 2002 году членом Совета управляющих ФРС Бен Бернанке выступил с речью, в которой он отметил следующее Вертолетные деньги могут оказаться ценным инструментом В экстремальных условиях такие программы могут быть наилучшей имеющейся альтернативой Было бы преждевременно исключать их С тех пор Бернанке получил кличку вертолетный Бен или Бен вертолетчик Правда, ни сам Бернанке, находясь на посту руководителя ФРС Ни последующие руководители Федерального резерва Джанет Йеллен, Джером Пауэлл К использованию вертолетных денег не прибегали Некоторые эксперты, правда, полагают Что все-таки прецедент использования вертолетных денег был создан Банком Японии Это произошло в 2016 году Речь идет о совместном проекте правительства и Центробанка Японии В августе указанного года премьер Японии одобрил вброс в стагнирующую экономику страны 28 ТРЛН Иен – 274 миллиарда долларов Деньги для проведения операции Минфин Японии получил от Центробанка Интересно, что часть этих денег предназначалась уже не глобальным спекулянтам, а малообеспеченным японцам Трамп доигрался Иран уже к лету будет с ядерной бомбой Остановить его может только удар США и Израиля Но внезапности нападение препятствует Россия И нынешний руководитель Банка Японии Харухи Кокурода не раз уже намекал на возможность более широкого применения вертолетных денег, хотя использования этого термина он избегает Дискуссия о возможностях использования вертолетных денег для спасения экономики стран золотого миллиарда становится все более оживленной Хотя оппонентов этого инструмента более чем достаточно Мол, без Минфина никак не обойтись Напрямую с населением Центробанки, как это представлено у Фридмана, работать никак не могут Иначе говоря, деньги, печатаемые Центробанками и затем сбрасываемые с вертолетов, следует квалифицировать как фальшивые И тут на память приходят многочисленные случаи из недавней истории, когда деньги действительно сбрасывались с воздуха, и они были действительно фальшивыми Насчет того, что вертолетные деньги можно использовать во благо общества, пока большой вопрос, такого опыта нет А вот опыт использования вертолетных, или самолетных, денег в целях разрушения и уничтожения имеется В более широком плане речь идет о применении государствами фальшивых денег в качестве инструмента войны Большие количество фальшивых денежных знаков могут выбрасываться на территории страны противника для того, чтобы дестабилизировать денежное обращение этой страны Фальшивые деньги во время войн могут использоваться и для других целей Например, для финансовой поддержки агентурной сети разведки на территории противника Также для оплаты расходов военнослужащих страны-агрессора на территории оккупированного государства Фальшивые деньги использовались более двух веков назад Наполеоном, когда он вторгся на территорию России В годы Второй мировой войны гитлеровская Германия активно печатала фальшивые деньги других стран В том числе советские рубли На оккупированной немцами территории СССР входило большое количество рублевых подделок Кстати, когда Сталин в 1947 году проводил денежную реформу Одной из причин реформы называлось наличие в денежной массе изрядного количества фальшивых рублей германского происхождения И Наполеон, и Гитлер планировали с помощью вброса большого количества фальшивых рублей дестабилизировать денежное обращение в нашей стране Ни тому, ни другому до конца это не удалось Кстати, в Третьем Рейхе проводилась операция под названием Бернгард Она получила свое название по имени ее руководителя штурмбанфюрера СД Бернгарда Крюгера Суть операции заключалась в организации масштабного выпуска наличных британских фунтов стерлингов для дестабилизации экономики Англии Первоначально планировалось, что эти фальшивки будут самолетными деньгами То есть Поддельные фунты немцы собирались разбрасывать над Англией с самолетов И лишь позднее план поменяли Было решено продвигать фальшивые деньги через нейтральные страны, особенно Швейцарию, по контрабандным каналам и с помощью нелегальных банковских операций За стой 2020, Медведева из кресла выкинет только непредсказуемый форс-мажор позиции премьера Прочны, в отличие от пары его министров Нередко главной целью было провоцирование инфляции и гиперинфляции и экономической дестабилизации Так, в начале 90-х годов Вашингтон поставил своей задачей дестабилизацию экономической и социальной обстановки в Ираке И для этого начал засорять денежное обращение этой страны большим количеством фальшивых денежных знаков как местных, так и долларовых Американцы действовали в Ираке столь беспардонно, что даже газета New York Times в 1992 году опубликовала статью с заголовком Атака фальшивых денег направлена на разрушение экономики Ирака Весьма интересный обзор использования фальшивых денег Вашингтоном в разных странах мира содержится в статье норвежского эксперта-антиголобалиста Терри Малое Под названием «Реальные фейковые вертолетные деньги» ЦРУ занимается фальшивомонетничеством для того, чтобы разрушать национальные экономики Кстати, в некоторых случаях фальшивые купюры в буквальном смысле оказывались вертолетными деньгами В упомянутой статье говорится о том, что в Югославии в 90-х годах прошлого века контрафактные деньги сбрасывались вертолетами Соединенных Штатов в южных болотистых районах Терри Малое перечисляет страны, в которых вертолетные деньги использовались как оружие дестабилизации Ирак, Зимбабве, Венесуэла В ряде стран фальшивые деньги применялись и применяются для финансирования подполья, действующих на стороне Вашингтона вооруженных сил, подкопа правительственных чиновников Людей, ухаживающих за инвалидами, оставили без денег и без пенсии Минтруда игнорируют не только простых граждан, но и президента Во-первых, значительная часть бюджетных денег, которые Конгрессом выделяются Пентагону и спецслужбам Там творится невероятное казнократство, почти половина выделяемых казенных денег оседает на секретных счетах глубинного государства Во-вторых, деньги, получаемые от наркобизнеса по всему миру, этот бизнес крышует ЦРУ В-третьих, фальшивые доллары Функционирование последнего источника обеспечивается с помощью тесного взаимодействия ЦРУ и других спецслужб с Федеральной резервной системой, в ведении которой находится печатный станок Это два предприятия на территории США Неучтенная продукция печатного станка ФРС поступает в распоряжение ЦРУ, а далее по каналам разведки направляется в разные точки земного шара Где надо организовать оранжевую революцию или наказать государство, которое по каким-то причинам отклонилось от генеральной линии Вашингтонского обкома партии В последнем случае длинный путь фальшивых долларов может кончаться тем, что их будут сбрасывать с вертолетов над непокорной страной В России пока насчет фальшивых долларов все тихо Центробанк рапортует, что количество фальшивых купюр, в том числе долларовых, вылавливаемых российскими банками, ничтожно мала Это вам не Украина, где, по данным их Центробанка, каждый пятый доллар оказывается фальшивым Хоть и супердоллар, но все-таки фальшивый Вместе с тем, угрозу того, что Америка в ходе разгорающейся войны с Россией может применить такое оружие, как вертолетные деньги, сбрасывать со счетов нельзя Экономический кризис, застой 2020, бедным помогут с особым рвением Поставив на учет каждый холодильник новостей экономики, в России может подорожать хлеб